всем привет продолжаем тему аккумуляторов и сегодня расскажу как правильно проверить емкость остаточную у вашего любимого аккумулятора или правильно аккумуляторной батареи что для этого нужно сделать нужно провести довольно несложную операцию называется на контрольный тренировочный цикл о ней много слышали но не все понимают что это такое проводит этот цикл в три этапа заряд потом разряд и соответственно снова заряд эту операцию рекомендовано проводить не реже одного раза в месяц потому что она позволяет избавиться от сульфата на ранних стадиях которые только зародился и поддерживать аккумуляторную батарею хорошем состоянии и заодно продлить ее жизнь и заодно и проверить остаточную емкость которая осталась что делаем заряжаем батарею током 10 часового заряда кто забыл как это делать то нужно емкость аккумуляторной батареи разделить на 10 для 60 амперной батареи это будет 6 ампер соответственно заряжаем до обильного газовыделения и делаем полный и правильный заряд кто не знает как это делать подписывайтесь у кого зарядник автомат сам отключается выбрасываем его им вы аккумулятор полностью не зарядите аккумулятор должен 2-3 часа заряжаться при обильном газовыделении иначе победы не будет и автомат такого счастья вам не даст автомат это зло и в конце заряда когда батарея кипит проверяем плотность электролита если нужно эту плотность корректируем согласно климатических условий и снимаем заряда даем постоять пару часов для прекращения химической реакции кто подписан на канал тот конечно понял что я сказал кто не подписан смотрите видео ссылку я дам внизу и после этого начинаем разряжать разряжаем током 10 часового разряда собственно это точно такой же ток таким мы только что аккумулятор заряжали 10 процентов от емкости батареи для 60 амперной батареи это опять-таки 6 ампер температура электролита в начале разряда должна быть 10 в пределах 10-35 градусов по плюсу температуру нужно обязательно замерить градусником она дальше очень сильно пригодится а при снижении до 10 с половиной вольт следим за напряжением постоянно пока она не упадет до 10 и 2 вольт ловим этот момент при 10 и 2 вольта перестаем разряжать аккумуляторную батарею и меряем опять температуру электролита градусником записываем показаниях градусника и время отключения от разряда дальше идет простая математика нужно показания скорректировать к температуре электролита приведенных плюс 30 градусов считать будем в процентах от номинальной емкости остаточную емкость будем считать в процентах от номинальной емкости формула такая емкость остаточная равна температурному коэффициенту умноженному на время разряда в часах теперь нужно определить среднюю температуру электролита при разряде градусник у нас для этого был температуру мы мерили тут все делаем просто считаем по очень простой формуле средняя температура электролита равна нужно температуру которую мы замерили в начале разряда приплюсовать к ней температуру который мы замерили в конце разряда и поделить это на 2 получим какое-то значение в градусах возьмем допустим эту аккумуляторную батарею 60 амперную мою любимую разряжал я ее током 6 ампер длилось это 7 часов и 15 минут после восстановления соответственно видео о чем был как она восстанавливалась в начале разряда температура была допустим 11 градусов в конце 25 градусов считаем среднюю температуру сначала считаем температура средняя равна 11 плюс 25 разделить на 2 получаем 18 градусов получив среднюю температуру 18 градусов находим коэффициент а который нужен для формула где его брать берем его из таблички из этой вот со справочника и для 18 градусов для средней температуры 18 градусов он равен 11 37 сотых вот его и берем и и теперь считаем емкость в процентах остаточный по формуле емкость равна коэффициент который мы только что нашли 11 37 умножаем на 7 целых 25 сотых и получаем 82 целых и 43 сотых процента остаточной емкости так как емкость больше 80 процентов то результат просто чудесный чудеснее он быть не может потому что аккумулятор новый все равно не становится и какой-то часть емкости он все равно в процессе работы своей теряет 80 процентов это просто чудесно если меньше 80 процентов то не такой уже и чудесный получается результат но использовать аккумулятор все равно можно потому как кто подписан на канал тот знает при какой остаточной емкости выбрасывается аккумулятор на батареях а кто не подписан то очень сделал это зря для него я оставлю ссылку внизу пусть смотрит и конечно же очень глазастый зритель конечно заметил что время разряда было 7 часов 15 минут а формула я поставил цифру 7 запятая 25 сотых почему и уже конечно этот пытливый зритель донес свои ручки над клавиатурой чтобы написать никакой я дебил но дело в том что остаточную емкость я определял в процентах и формула была в процентах а время 7 часов 15 минут это 7 целых часа и так как сто процентов часа это 60 минут то 15 минут это составляет 25 процентов часа вот и получилось 7 целых и 25 сотых процентов от часа вот и все определение конечно сразу после разряда нужно поставить аккумулятор на заряд чтобы не ловить сульфата а потом уже разводить математические исчисления вот таким вот нехитрым образом и определяется остаточная емкость аккумулятора научным методом который описан в справочниках с поправкой на температурный коэффициент